Динамо Безусловно, большое разочарование, что эта команда не достигла своего потолка в 1986 году, что ей было по силам выйти как минимум в полуфинал чемпионата мира, а возможно выиграть и этот трофей. Поэтому техническая оснащенность осталась на высочайшем уровне. Безусловно, при других весовых категориях, в которых пребывают сегодня ребята, безусловно, физические кондиции не дают им возможность и возраст демонстрировать все 70 минут игры, не 90, а 70 свои способности. Но тем не менее мы увидели, что все, что радовало в игре этой команды, сохранилось. Пусть не в тех, будем говорить, сочетаниях сегодня даже они играли, но я имею в виду позиции. Но тем не менее в каждом игроке мы узнавали знаковую фигуру того звездного легендарного состава киевского Динамо. Но в отношении того, что кто-то может подумать о том, что спортивной составляющей сегодня не было, то я не думаю, что у кого-то могут родиться мысли о том, что звезды могут договариваться с любителями. Любителями, любителями, с одной стороны, футболе и профессионалами каждый в своем деле, политиками, министрами, журналистами, артистами. Просто, как кто-то скажет, пересеченными украинскими громадянами, которые поважают, любят всю словетную команду Зиркову, что они могут о чем-то договариваться. Это невозможно договариваться. Мы стали свидетелями того, что эта команда, если и выиграла не в одни ворота, но как минимум проявила силу воли, одержала победу, проигрываясь еще давно. Это дорогого стоя. Память – это самое ценное и святое, что должно быть у людей. Поэтому в Киевском Динамо, я думаю, что и в нашем обществе чтят и такие победы. Чтят их, потому что, в принципе, эти победы демонстрируют, что наша молодая поросль, ради которой, собственно говоря, мы все живем, мы живем ради наших детей, внуков. Это пример для подражания, для обожания, если хотите. Поэтому я уверен, что эти матчи мы будем проводить и тогда, когда исполнится 40 лет. Дай Бог, чтобы игроки этой команды не уходили из жизни, чтобы они наслаждались жизнью, чтобы они были здоровы, чтобы они были счастливы, чтобы они жили под мирным небом в этой стране. И я думаю, тогда друзей Динамо будет еще больше, потому что, по большому счету, исторически так сложилось, что футбол в Украине был, есть и будет объединяющей силой. Объединяющей силой, особенно в эти непростые времена, когда вот по такому общению, человеческому общению, в общем-то, все мы в нем нуждаемся. Нуждаемся в том, чтобы отдавать знаки внимания легендарным людям, чтобы честовать их. Кстати, легендарную победу Киевского Динамо 1975 года и 1986 года легендарные эти победы были ознаменованы наградами государственного уровня, которые выручил президент страны. Это говорит о многом, то есть это государственная политика. Это не просто, условно, президент Киевского Динамо вдруг захотел, так сказать, устроить выставочный матч. То есть это событие из событий. Это событие, которое дает возможность нам, не забывая исторически о том, какие были победы в прошлом, думать о том, что придут обязательно победы в будущем.